МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на Рассвет Пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Я так рад быть сегодня с вами. Я знаю, что Бог приготовил что-то великое на этот день. Сегодня у нас особый гость. Мой добрый друг из Бразилии, пастор Диего Араужо. Добро пожаловать на этот эфир. Сегодня мы поговорим о силе поклонения. А еще нас ждет совместное поклонение. Мой друг – невероятный лидер поклонения, помазанный Богом, по-настоящему помазанный. И когда он поет и поклоняется, приходит сам Бог. Поэтому не пропустите этот эфир. Поделитесь ссылкой на него со всеми своими друзьями в мессенджере и в Фейсбуке. Позвоните друзьям и пригласите их присоединиться к нам, потому что Бог обязательно проявит свою силу во время этого эфира. Это будет невероятно. Мы вместе служили в Бразилии, и помазание было таким сильным. Помазание поклонения на его жизни весьма особенное. Итак, прямо сейчас я позвоню моему другу в Бразилию. Трансляция будет идти на английском и на португальском. А еще мы будем вместе славить Господа на английском и португальском. Итак, давайте наберем его прямо сейчас. А пока я набираю, поделитесь ссылкой на это видео со всеми своими друзьями. Пастор Диего Араужо. Пастор Диего. Рад видеть тебя, приятель. Я так рад быть сегодня с вами. Целую всех. Я целую всех, дорогие друзья. Так прекрасно быть сегодня здесь, сегодня с вами. Не забудьте переключить мою камеру. Ах да. Вижу. Вы это уже сделали. Супер. Как дела в Бразилии? Как все это происходит в Бразилии? Слава Богу! Все хорошо. Конечно же. Есть свои трудности, но мы уповаем на Господа. А церкви в Бразилии открыты? Церкви закрыты. Собрания проходят только онлайн. Но мы молимся об этом. Здесь в Америке церкви уже начали открываться, и мы молимся о Бразилии. Я верю, что церкви скоро откроются. Во имя Иисуса. Аминь. Да, я тоже в это верю. Я только что рассказывал людям, что ты невероятный лидер прославления. Мне посчастливилось увидеть это в прошлом году, когда мы служили вместе. Это было замечательно. Я хотел бы, чтобы ты немного рассказал о силе хвалы и поклонения в твоей жизни. Как ты стал лидером прославления? Как все это началось в твоей жизни? Как все это началось в твоей жизни? Поклонение появилось в моей жизни, когда мне было всего шесть лет. Моя семья не была верующей. Моя семья не была верующей. И я узнал о Божьей любви в небольшой церкви по соседству. Музыка всегда была частью культуры моей семьи. Все в нашей семье любят музыку. Но при этом мы никогда не сталкивались с поклонением и прославлением или с церковными песнями. Однажды мама послала меня в магазин за хлебом, и это обернулось в невероятное переживание в моей жизни. Я зашел в церковь. И больше всего мое внимание привлекло хвала. И затем я понял, что это место, на котором я хочу находиться до конца моих дней. В шесть лет я начал играть на гитаре, а также петь. Это было начало моего пути. Затем я стал строить отношения с Богом, хотя я мало знал об этом. Я проводил особое время в спальне. Я закрывался в спальне, молился там и переживал невероятную силу Божью. Я очень сильно молился и переживал каждую молитву. Кто-то пишет, шесть лет, ты поклонялся в шесть лет. Я научился играть на гитаре в семь лет, так что тут ты меня опередил. Я научился играть на гитаре в семь лет, так что ты меня угрозил. Я только научился играть в семь лет на гитаре, поэтому ты меня опередил. Слушай, я уверен, что с шесть лет это было круто для меня в жизни. Потому что я начинал играть на гитаре, и в всех фестах моей семьи, мой папа говорила, что только на гитаре, и это была такая история, которую я получила, чтобы привести любовь к Богу в моей семье. Да, в шесть лет это было чем-то сюрреалистическим. На днях рождения папа говорил мне, сыграй что-то на гитаре и скажи что-то людям. И для меня это была прекрасная возможность рассказать людям о Христе. Хочу задать тебе вопрос. Нас смотрят люди из разных уголков мира, в Фейсбуке и на Ютубе. И все эти люди жаждут пережить Бога. tanto на Фейсбуке, como на Ютубе. Особенно, если учитывать все то, что происходит сейчас в мире. Поэтому не мог бы ты рассказать об одном или нескольких особенных случаях, когда ты по-особенному пережил Бога во время поклонения. Да, конечно. Многие люди думают, если ты лидер прославления, у тебя никогда не бывает проблем. Но то, что ты христианин, не означает, что над тобой есть купол, защищающий тебя от всех проблем в мире. И в Слове Божьем я вижу, сегодня мы будем подкреплять местами из Писания. Читая вторую книгу Паралипоменон, я обратил внимание на жизнь царя Иосафата. Он был человеком Божьим, и он правил целым царством. Однажды Иосафат получил известие. Что это было за известие? Это было известие о том, что огромная армия идет уничтожать его народ. Возможно, вы смотрите нас сейчас, и вы тоже получили плохую новость. Возможно, какая-то болезнь пришла, чтобы погубить вас. Враг наступает. Такое было однажды и со мной. Когда мне было 18 лет, я уже был лидером поклонения, и я работал в компании General Electric. Возможно, вы о ней слышали. Затем я получил плохую новость. Я потерял сознание, а когда я пошел к доктору, то я узнал, что у меня эпилепсия. Я узнал, что у меня очень плохая болезнь под названием эпилепсия. Как вы знаете, компания General Electric занимается электричеством. На тот момент мне пришлось оставить работу. Я больше не мог там работать. Мне пришлось искать что-то очень простое, и я начал резать бумагу. В тот момент весь мой мир рухнул. И о чем мы должны пересматривать, на чем основана наша вера. Скажу проще. Какой должна быть позиция настоящего поклонника перед лицом бедствия. Библия говорит, что Исофат решил молиться Богу, и он выдал указ о том, чтобы все люди постились. До этого Библия писала, что Исофат был напуган. Услышьте меня, пожалуйста. Не бойтесь. Я хочу вам кое-что сказать. Бояться это вполне нормально. Но вопрос в том, как вы себя ведете перед лицом страха. И я решил вести себя так же, как и царь Иосафат. Библия говорит, что Иосафат искал Бога. Вы не отражение того, что люди говорят о вас. Вы то, что о вас говорит Бог. То, насколько близко я к Богу, определяет, буду я чемпионом или нет, или потерплю неудачу. или потерплю неудачу. И я помню, Эрмис, что я был в шопинг по моему роду. Помню, как мы с мамой ехали в торговый центр. Дириживая, я умерла в шопинге, потому что я умерла. По дороге я отключился и попал в аварию. Я был за рулем. Теперь в моей жизни были две катастрофы. Автокатастрофа и катастрофа со здоровьем. Когда мы все же приехали на парковку торгового центра, я сказал маме, «Мама, ты иди за покупками, а я останусь здесь». Она сказала, «Хорошо, я пойду, но ты оставайся на месте и будь, пожалуйста, осторожен». Когда она вышла из машины и ушла, я сказал Богу, «Бог, пожалуйста, забери мою жизнь». Я хочу жить и поклоняться тебе, но все идет по наклонной. Поэтому забери мою жизнь. Я так плакал, и пока я плакал, Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой бардачок и возьми ручку и бумагу». А затем он начал диктовать мне песню. Я хочу спеть вам отрывок из этой песни. Да, давай. Да. Прощай, болезнь. Я исцелен. Спасибо, Иисус. Твоя смерть принесла мне жизнь. Она искупила меня от болезней и дала мне святость. Спасибо, Иисус. Я исцелен. Спасибо, Иисус. Я исцелен. И когда я спел эти слова, это прекрасно, Дух Святой снова обратился ко мне и сказал, «Перестань принимать лекарства. Ты уже исцелен». И вот уже шесть лет я не принимаю никаких лекарств, потому что Дух Святой прикоснулся ко мне. Аллилуйя. Прямо в машине. Прямо в машине. Это невероятно. Там были только ты и Господь. И Господь. Да, и Господь исцелил меня. Я не знаю, где вы сейчас исцелили. Но я хочу, Я не знаю, где вы сейчас находитесь, но я хочу, чтобы вы знали, что Бог все еще исцеляет. Он продолжает исцелять. Также знайте, что Бог хочет, чтобы вы были исцелены. «Ух ты, я уже чувствую помазание». Я чувствовал его, когда ты пел свою песню. Ты пел, «Прощай болезнь». Крест исцелил меня. Я знаю, что нас сейчас смотрят люди, которые оказались в такой же ситуации, как и ты. Нелегко находиться в таком положении. и вы взываете к Богу. И как Дух Святой обратился к Диего и исцелил его прямо в машине, я верю, что также Бог прикоснется к вашей жизни через эту трансляцию. Диего, спой эту песню еще раз, и мы вместе поклонимся Богу в Духе Святом. Аминь. 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 Прощай, болезнь. Прощай. Я стал целостным. Спасибо, Иисус. Я исцелен. Я исцелен. О, Аллилуйя. Я исцелен. Прощай, болезнь. Я живу в святости. Спасибо, Иисус. Я исцелен. Аллилуйя. Хвала Господу. Это было так сильно. Я ощущаю помазание, когда ты поешь и проистекаешь в Духе. Я знаю, что сейчас люди вместе с тобой говорят. Прощай, болезнь. Прощай, немощь. Ранами Иисуса мы исцелены. Ты уже шесть лет не принимаешь лекарства. Да, я взял свое исцеление. Бог исцелил меня. У меня было по два приступа в день. Ух ты. А теперь ты женат, у тебя есть дочь и еще один ребенок на подходе, верно? Да, это так. Новый ребенок на подходе. Слава Богу, это круто. Бог благ. Это прекрасная история о переживании Бога. Мы с тобой дружим уже давно, но я еще не слышал этого свидетельства. Это очень сильно. Я был рад услышать об этом. И я уверен, что твоя история ободрила многих людей, которые молят о чуде. На наших эфирах мы видели, как Бог исцеляет людей на расстоянии через наши молитвы. В духовной сфере нет никаких расстояний. Хвала Богу. Как прекрасно, когда есть такие свидетельства. Я знаю пастора Диего лично. Мы дважды вместе служили в Бразилии. Это было очень сильно, особенно когда он вел прославление. Он помазан для этого. Я уверен, что вы были вдохновлены. Услышав, как Бог исцелил его от эпилепсии, это была неизлечимая болезнь. Какая ужасная ситуация. Он был в таком отчаянии, хотел умереть, но Господь исцелил его и дал ему новое начало. И я хочу, чтобы вы помолились сейчас вместе со мной. Пусть Господь остановит все атаки врага, чтобы вы начали жить планами и мечтами, которые Бог имеет для вас. Для Бога нет ничего невозможного. Он сам так сказал. И я буду молиться о том, чтобы Бог исцелил и освободил вас, а также наполнил вас своим Святым Духом. Вы готовы молиться? Давайте придем к престолу Божьему. Отец, я молюсь за всех, кто смотрит нас сейчас, за каждого зрителя, за каждого друга по ту сторону экрана. Прикоснись к ним и наполни их своей силой. Пусть те, кто будет болен, будут исцелены во имя Иисуса. Пусть угнетенные получат свободу. Принеси им свободу во имя Иисуса Христа. Пусть тот, кто страдает, получит свое чудо. Пусть тот, кому больно, получит исцеление. Пусть те, у кого финансовые проблемы, получат финансовое чудо. Пусть семьи, у которых сейчас проблемы, получат помощь свыше. Отец, мы слышали свидетельство о том, как ты сделал в жизни пастора Диего. Сделай это еще раз в жизни тех, кто смотрит нас сейчас. Возможно, кто-то также страдает от эпилепсии. Исцели их прямо сейчас. Я высвобождаю исцеление от эпилепсии во имя Иисуса. Отец, исцеляй рак. Исцеляй камни в почках. Исцеляй сердца и все те болезни, которые досаждают людям. Пусть они уйдут во имя Иисуса Христа. Пусть твоя сила и слава придут в дома этих людей прямо сейчас. И пусть Царство Божие придет к ним во всей силе. И пусть имя Иисуса будет прославлено. Спасибо, Господь, за твои благословения. Во имя Иисуса. Аминь. Оставайтесь с нами на связи в социальных сетях. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Зайдите, подпишитесь, и вы будете чрезвычайно благословлены. Пусть Бог благословит вас. И увидимся в следующем выпуске. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.